Всем привет! Сегодня сейчас я вкратце расскажу и покажу примерчик, в котором происходит многопоточная загрузка файла. В данном случае будет загрузка произведена с помощью библиотеки CURL, но кроме всего прочего, эта загрузка будет произведена в многопоточном режиме. То есть вы познакомитесь с потоками в языке C++. Если вдруг кто не знаком, то здесь вы познакомитесь. Здесь я разжевывать, так сказать, не буду, что такое потоки, что такое еще там, ну все эти нюансы. Об этом можно будет почитать в справочке. Ну почему я так делаю? Потому что пока на данный момент времени очень мало, и мне приходится вот так вот в таком режиме. Но в таком режиме, без особой подготовки, вот делать такие видео. Ну здесь была небольшая подготовка, чтобы не тратить ваше время на вот это вот написание. Соответственно, я думаю, я уложусь в короткий срок. Итак, загружать будем с помощью библиотеки CURL. CURL это такая кроссплатформенная библиотека, с помощью которой можно много-много чего делать. Она поддерживает там FTP, там HTTP, HTTPS, там POP3, POP3S, ну много всего. Тоже не буду. Потому что я сильно уж с CURL не работал, мне нужно было загрузить файл. Нужно было в режиме, я взял CURL, посмотрел как и загрузил. Здесь, вот мы переходим, LIPCURL, EXAMPLES. В этих примерах мы видим ссылочки, очень много примеров. И в данном случае вот будет такой примерчик, загрузка файла с помощью HTTPS протокола. Опять-таки, по всем функциям я вам ничего не буду говорить, потому что, ну, что-то я не помню, что-то и не знаю. Я не разбирался. Библиотека очень большая. Мне нужно было загрузить, я загрузил. Все. Вот здесь, по каждому примеру, вот, ну, по каждой теме вы можете вот понаходить вот такие примерчики. И загружать будем, вот есть такой файлик, ой, файлик, сервер, в котором есть тестовое видео. Там 10 мегабайт, 5 мегабайт, 2 мегабайт и так далее. Которое, это видео у меня уже есть загруженное, мы будем проверять, правильно ли загрузила моя программа или неправильно. Итак, в первую очередь, давайте быстренько. Вот это все добро будет на гитхабе. И это все добро будет, будет, будет в репозитории cpp, в others и вот здесь есть curl.multitread.download. Все. Это все будет тут. Проверять будем файлик, вот, 10 мегабайт. Теперь смотрите, у меня есть два класса. Curl Tool. Ну, для того, чтобы загрузить в многопоточном режиме. Что надо? Надо, чтобы сервер умел нам отдавать запрашиваемые части. Большинство, да я думаю, даже все, ну и возможно есть сервера, которые старенькие, старенькие протоколы и не могут отдавать. Но в основном все могут отдавать нужные нам части. Для этого можно было бы, конечно, и не использовать Curl, просто создать сокеты, подключиться к серверу и формировать ему http-запросы типа get, в котором указывают, я хочу конкретно с 0-го байта по 100-й, потом с 100-го байта по 200-й и так далее. Ну, зачем это делать, если есть готовая библиотека, Curl? Лучше сконцентрироваться на алгоритмах, на написании другой части программ. Так вот, это библиотека Curl, она CISH-на библиотека. Кстати, да. У меня она здесь установлена. Это Ubuntu. И здесь, если у вас есть синаптик, то запустите его. Если нету, то установите. Если у вас Ubuntu. В Windows, если вы используете Visual Studio, там есть аналогичный такой, есть такой NuGet, по-моему, Package Manager, в котором можно тоже подгружать нужные вам библиотеки. Но, в данном случае, это пример касается Ubuntu. Вот здесь есть Curl, поставьте, выберите, вот наберите Curl, и вот это выберите, и еще выберите вот эту штуку. libcurl4.openssl.dev Произойдет закачка библиотек для разработчика, в том числе, это будет библиотечный файл, libfile, или ofile, или еще как-то там. Ну, libfile это обычно в Windows, .o файлы, или so это в Linux, без разницы. Самое главное, что этот файлик для разработчиков, библиотека для разработчиков будет установлена, и будут подтянуты еще h-файлы, заголовочные файлы. Дальше, у меня вот здесь, в Qt Creator, вот для Linux, для Linux, вот я подключаю библиотеки, Curl, и еще нужно p-thread подключить. Так как мы будем использовать потоки, C++ потоки, которые появились в C++ 11 стандарте. Есть. Дальше, это C-шная библиотека Curl. Я написал такую в раппель, такую оберточку, single tone. Что надо? Вот здесь я сделал просто одну функцию, getFileSize. Я передам путь к файлу, и вот с помощью вот таких вот набора инструкций, я получу размер этого файла. Для чего он мне надо? Ну, для того, чтобы разделить, к примеру, на количество потоков, и каждый поток будет закачивать свою часть. К примеру, если файлик длиной 100 байт, я буду вкачать в два потока. Значит, первый поток будет качать с 0 до 49 байта включительно. Второй поток будет вкачать с 50 байта до 100 включительно. Вот так вот. Соответственно, чтобы получить размер файла, надо сделать вот этот набор. Да, перед тем, как это все сделать, надо Curl проинициализировать. Соответственно, у меня есть single tone, который при первом вызове там какой-нибудь функции, инициализирует наш Curl. Это такое. И дальше к деструкторе мы очищаем. Итак, вот здесь, вот есть такая функция Curl Easy Set Opt, в которой мы можем устанавливать очень много настроек. По ним я идти не буду. Я думаю, если вам нужно будет, разберетесь. В данном случае, для того, чтобы узнать размер файла, этого достаточно. И дальше мы вызываем функцию Curl Easy Get Info, в которой мы передаем такой вот флажочек. Узнать длину загружаемого контента. Ну, download, который мы будем загружать. И это все возвращается в переменную типа double. Ну, так справки написано. Потом я ее конвертирую, понятно, в unsigned. Ну, и все нормально. Теперь непосредственно к загрузчику. Что здесь? Я создал файлик, ой, файлик classic Curl Downloader. В самом простом виде. Тут ничего нет. В Curl Tool я тут чуть больше постарался. Я конструктор копирования удалил. Ну, сказал его не генерить. Скрыл оператор присваивания и все такое. Здесь все просто. Я уже не заморачивался. Потому что это всего лишь пример, который в реальном проекте вряд ли будет использоваться. Чтобы в реальном проекте использовать этот функционал, нужно немало еще написать. Теперь посмотрим на сам загрузчик. Что у меня здесь есть? Ну, вот эти вот функции. Это мне... Да что ж такое? Это мне нужны для того, чтобы замерять время. Время закачки. Сейчас я установлю 4 потока. Это глобальная константа. Глобальные константы или перемены не рекомендуется использовать, но в качестве примера можно. В реальных проектах это не рекомендуется, потому что сложно отследить их. Но так как это у нас не реальный проект, а в реальных проектах обычно есть там всякие классы, которые хранят настройки или еще что-нибудь. Здесь же у нас этого всего нету. Поэтому вполне допустимо использовать глобальную константу. Так, дальше. Что касается потока. Где у нас тут? Вот функция load. Эта функция принимает url, да, путь к файлу. Здесь я узнаю размер файла. Вот вызовом, да, getFileSize. После чего? После чего? Я размер файла делю на количество потоков, чтобы получить нужное количество частей. Дальше. Дальше вот у меня есть лямбда. В качестве потока может выступать не только лямбда функция. Но для меня в этом конкретном примере лямбда предпочтительней. Что такое потоки? Поток в данном случае у нас будет, вот я установил количество потоков 4. Значит, будет 4 копии вот этой функции. 4 копии. То есть, эта функция будет в 4 копиях. Они будут выполняться параллельно. Значить, 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 значить что? Ну, давайте смотреть. Это лямбда, в которой описывают, что будет делать поток. В данном случае, выполнение этого потока вот притормозится вот здесь. Вот эта функция будет выполнять загрузку. Тогда, когда нужная часть загрузится, пойдет выполнение дальше, и поток завершится. То есть, функция потока, это такая же отдельная функция, внутри которой можно запустить бесконечный цикл, и что-то выполнять, либо опрашивать, либо просто произвести какие-то действия. То есть, она небольшая. Здесь я инициализирую курву. Это функция, функция потока. Что она принимает? Она на вход принимает начало, конец, номер части. Здесь не используется, но пусть будет. И файл, куда писать. То есть, в данном случае, этот пример, что он делает? Он получает ссылку, делит на количество потоков, размер файла этого, и создает, к примеру, в данном случае, 4 потока. Он создаст 4 файла, 0, 1, 2, 3, с такими именами. И туда будет закачиваться каждая часть. Потом, после закачки, все эти файлы я объединю в 1. Так вот, я функцию потока передаю уже готовый открытый файл. Теперь смотрите, вот это отдельная функция. Вот она. Я инициализирую этот курву, все такое, и говорю качать. Вот я устанавливаю этот, range. То есть, откуда и докуда вы качать. То есть, я сюда передаю start и end в байтах. Здесь дальше формируется строка. Она формируется вот таким вот способом. 0, к примеру, и 1000. То есть, если я эту строку передам сюда, вот в таком виде, значит, курл закачает с нулевого по 1000 байт. Дальше. Это вот, смотрите, пример mutex. Ну, mutex, сейчас я вам вкратце расскажу, что это такое. Так вот, вот эта функция потока, вот она. Давайте ее сверну. Теперь, идем дальше. У меня есть массив, ну, вектор потоков. И вектор файлов. То есть, размер одного массива и второго равны. Сколько потоков, столько и файлов у меня будет. Дальше. Я запускаю цикл. От нуля до количества потока. И я вычисляю эти части. В данном случае, для первого потока нужно будет качать с нуля до part size минус 1. Дальше. Следующий поток будет с этого. Ну, давайте, смотрите. Файлик размером 30. Три потока. Значит, первый поток качается от нуля до 9. Второй поток с 10 до 19. Третий поток с 20 до 30. Вот здесь не минус 1, а здесь вот я проверяю, если это последний поток, то до конца файла. Соответственно, каждый поток будет качать свою часть. Вот так вот я рассчитываю. Дальше. И подготавливаю эти потоки. Я открываю файлы. 0, 1, 2 или 3. Ну, какая-то часть. И дальше подготавливаю свои потоки. Вот таким вот образом. Я указываю функцию потока. Это лямбда. И нужные данные для этой функции. Так, так. Вот. Start, end, part.id и файл. После чего я меряю время и запускаю эти потоки. Вызываю функцию join для каждого. И на этом этапе, после выполнения этого цикла, все это висит. Ну, оно висит до тех пор, то есть этот основной поток блокируется. Он блокируется до тех пор, пока все функции не завершатся. То есть до тех пор, пока все функции потока не завершатся. Вот. То есть у нас происходит блокировка. После того, как все потоки отработают, выполнение программы продолжится. То есть есть еще функция detach, которая позволяет каждый поток отсоединить от основного. Но для этого нужно завести основной поток, в котором создать подпотоки, грубо говоря, и отсоединять. Я этим не занимался, нет времени. Я думаю, вы с этим разберетесь и так. Ну, и сами. Теперь смотрите. Дальше я просто вывожу время, которое было затрачено на загрузку. И склеиваю эти файлы. Ну, со склейкой, я думаю, проблемы не будет, объяснять не будет. Итак, что еще тут важно? Смотрите, по поводу Курла. Вот эта опция в WriteData, я говорю, какие данные я буду передавать в функцию. В какую функцию? В ту функцию, которую будет дергать Куру, когда он будет получать данные с сервера. Вот здесь есть функция Multithread Callback. Так как библиотека Куру, она C-шная, написано на C, то есть, соответственно, там нет никаких лямб или объектов, там указатели на C-шные функции. Вот эта функция, Multithread Callback, она у меня, вот она, она обычно C-шного вида. Она в себя принимает, что? Данные, которые получил Куру от сервера, и размер этих данных, то есть количество и размер блока. и непосредственно наши пользовательские данные. Что я передаю в пользовательские данные? Пользовательские данные я передаю структуру вот такого, ну, объекта вот такого типа, в котором я указываю номер части, файл, который надо писать, он уже открыт, и Mutex. Что такое Mutex, сейчас объясню. В данном случае Mutex здесь вообще не нужны, потому что здесь нету гонки вооружений. Что такое гонка вооружений, тоже сейчас объясню. Но, я здесь это оставил для примера, чтобы вы помнили. Так вот, при старте потока я заполняю данные. Я указываю номер потока, это Part ID, который я передаю вот здесь, в цикле. Это вот, вот это I. номер потока, открытый уже файл, заполняю, и беру адрес Mutex. Mutex это у меня такая глобальная переменная. Смотрите, вызывается функция Load. Здесь заводится эта перемена, она глобальная для этих потоков. Она одна единственная, она должна быть одной единственной, если вы хотите что-то блокировать. Так, и вот, и Curl. Каждый раз, когда будет получать данные, он будет дергать эту функцию. И в эту функцию будет передавать некие данные. Объект, ну, какой-то объект, да, который я привожу к указателю на Void. А вот здесь я знаю, что вот здесь пришли данные этого типа. Соответственно, я его привожу к этому типу, ну, и беру там этот файл, на всякий случай я проверяю, открыт он или нет, блокирую и записываю данные. И делаю разблокировку. Теперь смотрите, гонка вооружения. Что такое гонка вооружения? К примеру, вы хотите закачивать файлы немножко по-другому. Я сейчас файл делю на три части. К примеру, если это один гигабайт, то это разделится по 300 мегабайт, это будет долго закачиваться. К примеру, вы хотите пойти другим путем. Вы хотите на лету подкачивать нужные данные. На лету это может быть какой-то плеер, видео плеер, который вы запускаете, вы сразу как пользователи кликаете, ну который сразу начинает играть с самого начала. Но вы не хотите самое начало, вы хотите середину файла. Вы сразу ползунок перемещаете на середину. И вот в этом случае вам надо сразу проигрывать со средины. То вам в этом случае нужно сразу же сказать серверу, с какого байта начинать выкачку. Смотрите, идея какая может быть одна из идей. Вы можете файлик разбивать не на три части, к примеру, у вас 8 потоков, ну или 4 потока. Каждый поток будет качать нужную часть. Какую часть? Вы можете делать выкачку по, к примеру, 4, 8, 16 мегабайт. Соответственно, каждый поток, соответственно, к примеру, вы можете хранить массив. Массив. Ну, например, файлик длиной 100 мегабайт. И вы выкачиваете данные по кусками по 2 мегабайта. Это получится 50 частей. Для этого вы создаете массив, в котором храните информацию. Каждая часть в каком режиме. Ждет, качается или скачалась. И каждый поток, каждый поток вот этот будет перед тем, как говорить курлу, откуда качать, будет пробегаться по массиву и искать ту часть, которая в режиме ожидания. Когда он найдет эту часть, которая в режиме ожидания, он вот здесь. Ну, здесь нужен будет еще один цикл, который будет бесконечно крутиться. я этого делать не буду по определенным причинам, поэтому грубо говоря, вот здесь вы ищите нужную часть, блокируете, а нужная часть это в глобальном массиве. Так вот, смотрите, если вы вот здесь, в этот какой-то global array, ну, не global, ну, короче, те данные, доступ к которым могут иметь все потоки, global array, вы меняете, вы нашли какой-то индекс части, которая сейчас в режиме ожидания, и вы меняете в режим load так вот, смотрите, есть вероятность того, что, ну, в данном случае, понятие атомарности, ну, в данном случае эта операция неразделима, но если у вас там более сложные данные, ну, не одни данные, а много данных, это какой-то там объект большой, и если вы туда записываете, то есть, атомарность операции, это означает, что операцию нельзя разделить, так как потоки, они крутятся, то есть, операционная система каждому потоку дает определенное время процессорное для работы, потом его блокирует, передает управление следующим потоком, и так далее, так вот, если, к примеру, допустим, у вас этот глобальные данные, и вот эта операция равно, выполняется, то есть, ее можно разделить, то есть, там идет присваивание многим переменных, многих данных, так вот, вы что-то туда пишите, вот вы начинаете писать первый поток, начал писать, в этот момент начинает работать второй поток, и он тоже, тоже, начинает туда что-то писать, понимаете, первый поток может начать писать, не завершить записывание, второй может начать туда писать, третий может начать писать, это называют еще гонкой вооружения, блин, гонкой ресурсов, вот, соответственно, происходит нарушение на стейке, там куча всего нехорошего происходит, и приложение падает, для того, чтобы это избежать, нужно блокировать, для этого нужно какую-то глобальную перемену, смотрите, в Windows есть такие понятия, как критические секции, mutex, вроде еще семафоры были, я уже не помню, вот это mutex, она у нас общая, 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 где она у нас, вот она у нас, а это функция потока, так вот смотрите, первый поток заходит, грубо говоря, как работает mutex log, там внутри есть перемены, это грубо говоря, значение, которое булевское, ну, тип булевский, и значение, которое false, функция log, внутри этой функции, идет проверка, ты false или не false, ну, при первом вызове, переменная false, окей, если ты false, ты становишься true, и функция log, на данном этапе завершается, и идет выполнение дальше, так вот, переменная true, теперь в этот момент, вызывается второй поток, то есть это та же функция, ну, вот она, вторая копия, она вызывает функцию log, в этой функции log, идет проверка переменной, ты true или false, вот это еще не произошло, в первом потоке, поэтому на этом этапе, это переменная true, так вот, там, грубо говоря, стоит цикл, стоит цикл, написан цикл, до тех пор, пока переменная не станет false, до тех пор, пока переменная не станет false, вот эта функция, дальше не идет, то есть, выполнение, останавливается на этой функции, так вот, смотрите, когда второй, первый поток, вызывает функцию, unlock, это переменная сбрасывается в false, и идет дальше, да, работа, второй поток, сразу же, в тот момент, когда переменная становится false, возводит ее в true, и, выполняет какие-то действия, соответственно, третий поток, если попытается обратиться, к каким-то данным, то есть, вот так вот происходит блокировка, блокировка глобальных данных, но, тех данных, которым есть доступ из разных потоков, то есть, вы четко должны для себя уяснить, если есть какие-то данные, один объект, которому могут доступаться разные потоки, то вот, при доступе к этим данным, нужно, доступ к этим данным, нужно вот так вот блокировать, оборачивать, в mutix lock, и mutix unlock, у меня здесь этого нет, у меня здесь каждый файл открывается, для каждого, для каждой части есть один файл, который я передаю сюда, и у меня здесь нет этого массива, в котором я храню, какие части закачались, а какие нет, я здесь сразу делю на три части, вне зависимости от того, какого размера файл, для плеера это никуда не годится, потому что для плеера, надо закачивать маленькими частями, Чтобы была возможность Потому что смотрите, к примеру я начал качать в 3 потока И пользователь приходит ближе к концу файла Хочет, чтобы плеер играл Так вот пока Третья часть не докачается Я играть ничего не смогу А если это файл размером 1 гигабайт То каждая часть будет по 333 мегабайта То пока 333 мегабайта последней части не закачается Плеер проиграть не сможет Но это все такое Тут есть над чем подумать Но в целом, вот у нас функция потока Здесь нужно блокировать доступ к глобальным данным И делать обязательно unlock То есть лочим, выполняем какие-то действия, unlock Курл, как работает курл Уже примерно я объяснил Это настройка для закачки И вот здесь выполняется блокировка То есть когда функция курл закачает нужную часть Которую мы указали Когда закачается, тогда идет выполнение дальше Соответственно файл тот закрывается И очищаем Ну делаем клинап для нашего вот этого изи И нита Потому что у нас там был Был-был-был Глобал и нит А это изи нит Такой локальный нит Надеюсь Так, сколько мы там пишем уже Ого, 26 минут Так, надеюсь Я вам что-то все-таки объяснил Это все будет лежать Я указал где Давайте сейчас попробуем Закачать Закачать это в два потока В два потока Потом в четыре потока И потом Давайте я, наверное, закачаю Файлик длиной не 10 мегабайт, а 5 мегабайт Вот, сейчас я скопирую Чтобы было быстрее Вот, потому что мне тут есть и 30 мегабайт И... Ну потому что данный сервер Чуть-чуть тупит Ну, можно понять почему Потому что это тестовый И сейчас Куча, наверное, может быть Сейчас, именно в этот момент Народа сидит Вот так вот И пытается закачать оттуда Тестовые данные Ну, тестирует какие-то свои загрузки Соответственно, время отклика На первом этапе довольно-таки большое Хотя, если произвести тонкую настройку Курла Я думаю, это можно ускорить Тонкую настройку я не проводил Если вам интересно Можете покопаться Тут очень много опций Но я этого не делал Так, 5 мегабайт 5 мегабайт Вот 5 мегабайт закачалось Это то, что Mozilla мне закачало Да? Вот он, этот файлик Все отлично Хорошо Теперь я сейчас попробую Закачать С помощью Вот этого Это все будет лежать На моем репозитории Я, по-моему, об этом уже говорил Не знаю Голова сейчас загружена Так, качаем 2 потока И так И так И так понеслась Так, я запустил Сейчас там Первый этап инициализации Довольно-таки долгий Так, вот Еще даже файлики не создались Ну, потому что Потому что при получении размера Вот тут долго висит Я подозреваю, что нужно что-то тут из настроек Как-то тонкую настройку Чтобы сразу Получить размер Потому что вот здесь Вот здесь тормозится И там несколько секунд оно висит Ожидает ответа от сервера Так А, вот уже пошла закачка Вот одна часть и вторая часть Вот они закачиваются И вот, смотрите 22 секунды В 2 потока качалось Сейчас проверим результат Вот склеился файл Я его сейчас запущу Все верно Ну, как вы видите Его тут не было Я вот сюда не положил Файлик скачался И даже проигрывается То есть у нас было 22 секунды Так Так Ну, давайте попробуем Попробуем увеличить количество потоков Поставим 4 Для чистоты эксперимента Это все я удалю Вот так вот И запустим еще раз 22 секунды 2 потока Ждем Сколько В 4 потока Ну, я запущу еще 8 потоков И все То есть в целом В целом Особой сложности с потоками нет Самое важное при работе С потоками Знать Про блокировку Чтобы не было гонки ресурсов Потому что Либо программа упадет Либо еще что-нибудь Либо еще что-нибудь То есть сложного ничего нет Я создаю массив потоков Дальше Настраиваю Вот, настраиваю Да Вот, вызываю STD thread Указываю функцию И Вот это количество параметров Их Должно совпадать И типы С С С Вот здесь С нашей лямбдой Это может быть не лямбда Это может быть отдельно Вот такая функция Я думаю Попробуйте Разберетесь То есть Вот Создаю Дальше Делаю Join То есть Грубо говоря Запускаете потоки И дальше Вот здесь Вот это все Выполнение Произойдет Тогда Когда все Потоки Завершатся Так 20 секунд Закачивалось В 4 потока Что-то Не очень Шустро Проверим Работает Ну И сейчас Запустим 8 потоков Удаляю Ну На больших файлах Это уже Можно Ну Сказывается На больших файлах Когда там Не 5 мегабайт А когда это 400 500 Там 700 мегабайт Вот это Вот уже Разница Существенная Когда мы Качаем В 1 поток Либо 8 потоков Ну Среднее правило Ну Не среднее А Общее правило Которое Работает Для всех Берем Количество Потоков Которое Поддержит Ваш Компьютер Минус 1 Вот в то Количество Потоков И желательно Качать Это Общее Правило Которое Работает Для всех Но Это Не означает Что Так Нужно Делать Для Каждой Платформы Для Каждой Операционной Системы Можно Настроить Это Для Себя Для Типов Процессоров Для Того Там Есть Дополнительные Всякие Всякие Инструменты Чтобы Тонко Настраивать Тоже Потоки Смотрите 20 секунд Че Че Работает Ну 20 секунд Это Тут Разница Небольшая Потому что Файлик Маленький 5 мегабайт Я Просто Не хочу Тратить Ваше Время Но Разницу Можно Увидеть Уже При Файликах Длиной 400 500 Мегабайт И Все Такое Надеюсь Я ничего Не забыл Это Вкратце О потоках Потому что Отдельно Делать Видео По Многопоточности Я думаю Я сделаю По языку Си Плюс Плюс Потоки В котором Мы Просто Создам Потоки Эти Но Это Нужно Уделить Какое Внимание Там Почитать Не знаю По Каждым Функциям По Каждым Возможностям Но В целом Ничего Здесь Такого Сложного Нет Есть Функция Как Поток Она Будет Копией В данном Случае 8 копий Будет Сколько У меня Туда 8 8 копий Этих Функций Будет И Каждая Будет Независимо Друг от Друга Работать Вот Это Самое Основное Блокировка Глобальных Данных Вот В потоках Это Самое Самое Основное Поэтому Всем Спасибо За Внимание Надеюсь Это Видео Вам Многопоточность А здесь Показано Как Закачать Файлик Используя Многопотоков И Еще Используя Стороннюю Библиотеку Курл Этот Пример Будет Работать Для Убунты Если Вы Установили Курл Для Виндовса Я думаю Тоже Несложно Будет Настроить Поэтому Всем Спасибо За Внимание Подписываемся Делимся Ставим Лайки Комментируем И Все Такое Всем Пока Субтитры